здравствуйте мои прекрасные зрители приветствую вас на своем канале речь сегодня пойдет о зубах моих зубах я ничего другие к сожалению обсудить не могу не знаю не чувствовала и я сразу скажу что у меня не виниры у меня своя эмаль возможно мне просто повезло с цветом эмали возможно я просто умею ставить камеру таким образом чтобы зубы казались побелее глаза поголубее не знаю у меня нет виниров но я человек который относил брекет систему и брекет система это в общем-то еще то испытание для любого из нас кто решит носить брекет система поэтому очень хорошо подумайте если вы задумываетесь о том чтобы поставить поставить брекет система поэтому я человек который в определенный момент стал очень деликатно относиться к здоровью своих зубов я также поняла что здоровье моих зубов к сожалению оно очень такое деликатное очень шатко и очень подвижное последний раз я была у доктора когда мне удаляли нерв у меня просто заболел зуб я никогда не знала что такое болит зуб зуб болел сначала начал реагировать на холодное на горячее а потом боль стала константно константной то есть мне пришлось пить и обезболивание и ждать понедельника чтобы понедельник позвонить донтисту сказать что зуб у меня болит приехала но и оказалось что там все плохо нужно делать где ревитализация называется то есть убирать нервы зубы наверное таким образом мы говорим по-русски испытала я очень много страха испытала я очень много боли даже под наркозом и с тех пор в общем то я очень стала бояться стоматологов настолько что я не делаю гигиеническую чистку зубов у меня нет зубного камня и я много раз рассказывала что при помощи самого обычного любого растительного масла мы лучше для этой цели использовать кокосовое масло вы будете чистить ваши зубы и у вас прямо таки не будет даже налет образовываться на зубах в течение дня более того если вы чаю который привыкли чистить зубы самой обычной зубной пасты вы наверняка замечали как уже через какими два три часа зубы перестают быть гладкими гладкими достаточно провести кончиком языка по поверхности внешней поверхности зуба и вы почувствуете что налет он образуется если вы резко перейдете на масло вы почувствуете что в общем-то налета не образуется на данный момент я же практически полгода чищу зубы содой потому что кокосовое масло оно замерзает при температуре ниже 23 градуса соответственно чистить неудобно я кокосовое масло использую летом обмакнула щетку в кокосовое масло небольшой стаканчик наливаю допустим каждую неделю меняю это масло либо оно расходуется полностью и чищу себе зубы все прекрасно я человек который наверное уже три года не ходит на гигиеническую чистку зубов мои стоматологи периодически мне звонят приглашают говорят что у меня закончится на сделанные уже пломбы на сделанные работы гарантия потому что я не посещаю положенные каждые 6 месяцев гигиениста но я в общем то не сдаюсь потому что я даже гигиенисту теперь боюсь ходить настолько велик мой страх донтистов чему я все это рассказываю к тому что да есть способ чистить зубы иначе и продлевать здоровье зубов но также к тому что в общем то я стала очень чуткой боли в зубах потому что когда я была последний раз когда мне удаляли как раз таки нерв мне сказали что у меня что у меня мне сказали что у меня следующий зуб на удаление нерва на нижней челюсти тоже жевательный восьмерка если я не ошибаюсь а потом на пломбирование у меня вот прямо такие близкие если не ошибаюсь семерка это будет либо шестерка не суть важно на этой челюсти два зуба я могу сказать что первый то зуб у меня заболел хотите верить и хотите нет сама до сих пор не знаю это мое мнение моя мнительность либо действительно было так вот первый зуб у меня заболел когда я стала есть мороженое я стала есть сладкое и потом я обратила внимание когда после своего гречевого марафона я полностью исключила сладкое потом сахар вошел в мою жизнь а потом полностью ушел потому что у меня был бессахарный марафон также я совершенно точно отследила реакцию своих собственных зубов на сладкую еду при этом реагирует не зубы в момент когда я что-то сладкое ем сладкий чай пью либо сладкий кофе мне захотелось либо мороженое я с детьми иногда ем нет зубы реагируют и появляется вот какая-то такая опять же иногда моющая боль иногда просто вот такой очень что-то что-то там царапает тебе причем на на обеих челюстях и на верхней и на нижней не всегда синхронно эти ощущения появляются как раз таки после того как мою жизнь входит сладкая еда какой-нибудь торт на день рождения либо опять же мороженое с детьми я сейчас если и ем сладкую еду то в отношении того количества еды которое я ела раньше допустим это сто процентов то сейчас я потребляю к ним два процента от того количества сахара которое я раньше потребляла то есть она прямо таки минимально но тем не менее если постоянно я это делаю я сразу же реагирую тем что чувствительность в зубах внутри зуба то есть это не чувствительность на холодное горячее на сладкое нет это вот так как какая-то очень тупая боль которую я чувствую в течение дня под вечер допустим поэтому дорогие зрители я совершенно точно знаю что здоровье зубов можно контролировать можно скажем так взять ситуацию под контроль даже когда тебе сказали что ты через полгода придешь на удаление нерва с того момента прошло три года в общем то можно контролировать при помощи того что ты меняешь свое питание а это видео я решила записать также потому что я снова посмотрела видео видали островского не знаю она новая либо она вы выпущена какое-то время назад кстати меня спрашивают я на какие какие другие блогеров вы смотрите я практически никого не смотрю потому что у меня нет времени и ну и нет времени как так вот бывает что я кого-то посмотрю это был виталий допустим островским в данном случае так он он сказал и я вспомнила что периодически то я это делаю однажды он сказал в этом видео он еще раз напомнил что очень важно делать массаж десен как он делается да просто палец и массируете десна однажды я сделала это при помощи соды зачем я это сделал я решил очень хорошо почистить пальцем кстати если вы будете чистить зубы соды и пальцем это самый эффективный способ ни одна зубная щетка не справится так как ваш палец но внимание не нужно делать так как делала я я переусердствовала я взяла и все диос на промассировала все 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 промассировала соды на следующий день я получила стоматит который правда очень быстро зажим быстро зажим потому что у меня уже другое питание у меня на самом деле сейчас что называется чтобы не сглазить все быстро зажимает так вот не делайте мои ошибки нужно просто взять палец и промассировать десна когда я начала делать это по рекомендации виталия островского примерно два года назад возможно полтора я чувствовала боль мне было не очень приятно то есть я нажму боль есть палец уберу боли нет и внизу точно так же подавлю вот есть какая-то точка которая болевая но при всем при этом я являюсь все-таки человеком который верит в самомассаж много раз об этом говорила я верю самомассаж всего тела самомассаж на самом деле желательно чтобы кто-то этот массаж тебе делал но никто не будет делать так часто так хорошо как ты сама либо сам себе поэтому я верю самомассаж тела в самомассаж лица и в самомассаж десен точно тоже точнее и самомассаж десен тоже так вот массировала я массировала до тех пор пока я даже сама не стала замечать что боли-то нет. И потом я стала также практиковать полоскание зубов перекисью водорода. Но перекись водорода я стала использовать достаточно недавно. Когда первое видео вышло, за месяц до этого я и начала полоскать зубы перекисью водорода, либо чистить зубы перекисью водорода. Как это делается? Просто выкапайте несколько капель на зубную щетку и чистите ваши зубы. Ощущения не из приятных. Я вообще не люблю перекись водорода во рту. Мне не нравится запах, который образуется. Мне не нравится эта пена, которая очень часто образуется, поэтому, в общем-то, это не мое. Но при этом полость рта при помощи ватного диска, смоченного в неразведенной 3% перекиси водорода, что значит полость рта, беру палец, ватный диск, и вот таким образом, в самой глубине, везде, где могу достать, под корень языка, глубоко здесь под щеку, завожу этот ватный диск. И могу сказать, что, ну и могу сказать, что называется, хотите верьте, хотите нет, а я человек, который стал очень внимательно относиться к последствиям того, как я реагирую на отсутствие той или иной еды, на присутствие той или иной еды, на те или иные процедуры, допустим, я бегаю, как вот я потом себя чувствую, как я выгляжу, допустим, раньше спать ложусь, допустим, ватным диском смоченный в перекиси водорода прорабатываю полость рта. На все это я стала обращать внимание. И я не веду специальный дневник, но вам бы рекомендовала, если вы новичок в таких вопросах, потому что с памятью, на память нельзя положиться, мы на самом деле что-то съедим, через два дня будем иметь определенную реакцию, хотим вспомнить, вот поверьте мне, хотим вспомнить, что ели два дня назад, чтобы связать одно с другим, но уже вспомнить бывает и не удается, что-то всегда упускается. Так вот, могу сказать, что я стала очень внимательна к таким деталям. И здесь и сейчас совершенно точно могу вам порекомендовать три вещи. Первая вещь – это самомассаж десен, хотя бы десен. Улучшайте циркуляцию ваших десен. Если ваши проблемы не такие критичные, как возможно было у меня, вы сможете улучшить ситуацию значительно, либо полностью решить проблему. Полностью решила я проблему или нет, я не могу вам сказать, потому что я не ходила на рентген больше, который периодически нужно делать. Ну, наверное, как заболит пойду. В любом случае, я считаю, что три года после последнего визита к донтисту – это очень-очень хороший результат, когда тебя предупредили о том, что скоро в стоматологическом кабинете ты снова окажешься. Вторая вещь, которую я вам очень рекомендую – это попробовать либо кокосовое масло для того, чтобы чистить зубы, а также очищать полость верта, либо соду. Выбирайте, что вам больше нравится. Рекомендую ли я чистить зубы постоянно, периодически водорода? Нет, не рекомендую, потому что я сама этого не делаю. Я не знаю, какая реакция увеличивается, или чувствительность зубов, как зубы реагируют. Я сказать не могу, я сказать не могу, потому что я делаю подобные процедуры периодически. Когда мне кажется, что это нужно сделать, когда у меня есть возможность это сделать. Но и третий момент, который я совершенно точно рекомендую – это вот таким образом хотя бы изредка обрабатывать полость рта при помощи ватного диска и перекиси водорода. Либо вы можете взять в пропорциях, опять же, можете посмотреть, наверное, у людей более знающих и следующих, которые практикуют это очень-очень давно, пропорции для полоскания рта при помощи воды самой обычной и перекись водорода. Какова она должна быть для того, чтобы, ну, в общем-то, это понятно, для того, чтобы, прежде всего, любая болезнетворная микрофлора, которая у нас есть во рту, для того, чтобы любая болезнетворная микрофлора, которая у нас есть во рту, не имела шансов на выживание в нашей полости рта. Желаю всем здоровых зубов, желаю всем здоровья вообще, потому что хорошо себя чувствовать – это, конечно, огромная-огромная удача и радость. Желаю всем хорошего самочувствия, желаю всем здоровья не только в полости рта, но и общего здоровья. Увидимся очень скоро. Это была Яна Скворцова. Всем пока-пока.